здравствуйте сегодня решила сделать ремонт в бане и теперь мне просто и найти уровень от самой высокой точки и от нее будут выравнили тулейку по уровню и так выступают выравнив поверхность у меня плитка нижнего ряд будет 33 сантиметра половая плитка и замеряю расстояние 33 половина в этом месте и оттуда фиксировать вот это будет меня органа которым будет меня прикреплена рейка и теперь отмечают линии газетальной поверхности куда будет прикладываться рейка и так по всему перестал отключаю где будет меня крепится и не пойду нам показать вертикаль на углу наложу луч вертикальный угол не ровный и теперь теперь буду описывать вертикальную линию по которой буду выравнив клетку прямую линию прямая линия вертикально проведена и теперь в этих местах и не из отверстия будут закреплять их на саморезы сравняем по ранее описанной линии все вот так речка выравнив и теперь две стороны аналогично будут выставлять теперь можно приступать и облицовывать клеевую раствор вот такой должен быть до спокойно фон сползать мастерка это хорошее будет расход берем вот такой папин нападать шашек 8 на 8 миллиметров или другой и начинаем с этого угла начинаю кладку плитки с той стороны откуда при входе сразу бросается взор взор вырастает вход оттуда и взор бросается в этот угол поэтому с этого угла мы будем ровнять ровно многие делают разбежку чтобы здесь половинка и там половинка я этого не делаю я здесь целую плитку а там так получится и так на нашу клево раствор среднем вот так должно выглядеть если будут здесь не ровно полосы на клеевой состав неправильно приготовленный а вы быть все ровно и теперь плитку по месту и следующее то же самое но здесь плитка от плитки мы будем оставлять зазор 2 миллиметра чтобы ровный зазор был мы используем вот такие крестики они из разного размера данном случае это два миллиметра между ними я накладываю и прижимаем на двух миллиметров и так продолжаю дальше ложечки тоже использую два крестика один внизу и другой вверху немножко приступиваю и выравнив концы чтобы они были ровно потому что когда мы ложим следующую плитку то мы видим что край предыдущей плитки был неровно и куда на данный сиденье рукой достаточно большого усилия здесь не надо сразу и второй ряд потому что плитка по толщине разная это 5 миллиметров а это 7 и поэтому чтобы мне избежать перепады больших то я сразу и второй ряд можно можно еще проверять правила и проверить ровные если ровно все нормально она все ровно и оттекаем ровно ну конечно это уже и практика сказывается но для начинающих вам осмотреть чтобы ровно эти края были и можно так вдоль стены по плоскости просматривать и так продолжаю дальше накладывать раствор и дальше буду горит плитку потом когда от 3 до 2 ряда потом буду продолжать справа от меня также уложить эти плитки берем отмечаем необходимый размер плитки который нам необходимо оставить основной будем отрезать вот так отрезана плитка теперь буду ее приклеивать в это место вот так выложена плитка на одной стороне стены два ряда сразу гнал потом она разошлется и так до конца будет прокладывать теперь будут другой стороны стены начиная тоже от угла и уходить буду вправо аналогично как выложена на стенке с левой стороны нанесли клеевой расход выкладывать на этой стороне стены справа вес можно плитык тут должна быть ровно чтобы расхода здесь не было плитка вот она плитку без шла прямо впритык и теперь можно крестик между ними крестула все прижимали если все равно выставлено то это плитка оба плитки должен уроку прилегать с этим углом теперь можно ставить крестикой здесь сейчас посмотрим как приблизительно угол должен выглядеть видим угол как плотно приложено так приблизительно должно она выглядит здесь пустоты никаких не должно быть все должно быть заполнено под плиткой если будет пустота небольшой прожим или удар и она в этом месте просто плита треснет поэтому тут должно быть полностью заполнив клеевым раствором и так продолжаю дальше ловить эту плитку вот так выглядит правый угол как вы не тоже можно посмотреть вот плотно все и вот так тоже за наличку заведена клетка два рядом начало есть осталось продолжить и закончить для начинающих вот плитку многие неправильно могут завести угол для этого что необходимо знать спирал ложим одну плитку потом вторую плитку не намазываешь сухая и сухая поверхность прикладываем к этой поверхности ставим на них и повторить это поверьте и смотрим что вот ты здесь была ровно если стык ровно то ничего делать не надо намазываем на стенку и прикладем плитку а если ты не ролим здесь мы видим что отклонения этой плитки по вертикали вверх или вниз мы поступим одну или другую сторону выравнив соответственно с нижней плиткой и равняем по плитке которая находится справа угол должен быть ровно никаких тут на то не должно быть представительно вот так сейчас покажу как вот мы прикинули и как видим никаких щели там нету теперь можно накладывать раствор и заводить этот угол концу рабочего дня необходимо зачистить швы от клеевого раствора если это стать на второй день или на следующие дни то это будет очень тяжело защищать поэтому берем тем самым крестиком и проходим по швам проходим вот так по поводу зачищаем их все швы берем потом тряпочку сухой и тряпкой вытираем эти места дальнейшем для расшивки швов и дальнейшем эта поверхность будет подготовлена к расшивке швов выглядит плитка это из советских времен она конечно не ровная до стараться выравни как можно вчера после окончания рабочего дня я зачистил швы от клеевого раствора сегодня почистил плитку сухой тряпочку чистим окошко вот выложу так здесь можем и запад лицо вот эту сторону и здесь запад лицо чтобы отсюда не было видно торцевой плитки а здесь внизу делаем как подоконной доску слив маленького выступания где-то выступил около сантиметра потому что вода будет все равно стекать зимой и она что по критке не капала она будет обрывается капли если то будет падать его на пол вверх тоже вот и потом вверх клетка перекроет чтобы торца этого не было видно будет сверху так сам как и здесь вот это силовая плитка будет перекрывать торцы оконной плитки выложу меня на данный момент плитка на стенах теперь буду дальше и обрамление обрамление будет идти как и здесь вот как видим нам же подобие панно внизу зелененько и сверху зелененько середочки вот такая плитка стены ровные выравниваем их когда можно плитку вот как видим никаких перегибов ничего нету все ровно выложено и вы заведены ровно карты воды спокойно не спеша сам выложить также плитку как и я томат даже и лучше это в основном видео я снимаю для начинающих кто хочет положить плитку и не знает как всего начать вот поэтому надеюсь что это видео в дальнейшем послужит многим примером всего начинать плитку и как ее выкладывать с легшими усилиями чтобы не было каких затруднений и так продолжаем ложить плитку дальше расшивку шоу пока не начинаю пока что не выложим потом только будем делать киршевку шоу начинаю укладки плитки как обычно с угла плата и и к стене выравнив пол верхнюю поясочку здесь и маленько придавлю беру вторую плитку не наносим не раствор и примеряю вот так примере если все ровно как мы видим тогда вот и наносить раствор на эту плитку и я также прижимать завершил укладку плитки на стену в одну сторону до конца вот и слов и теперь продолжаю другую сторону укладка керамической плитки на стену завершена теперь остается подождать пока высохнет клеевой раствор и потом приступить к расшивке шоу между плиткой с того времени как закончили не в лесу окон стен плиткой прошло около двух суток теперь буду приступать затирки швов проходим еще раз аккуратно просматриваем чтобы были чистые швы я их донешнем прочищали что кисточка берут а кисточку и везде прохожу можно пылесосом если желает меня кисточкой пропадут тряпочку вытираю сделал затирку такой выставят и сильно жидко не нужно смотреть как там рекомендует производитель данной затирки и так поступают такие швов начинаем сверху и доля до будем так идти берем много вот берем сколько и начинаем хорошо надо вдавливать чтобы хоть малейших хоть миллиметров 23 чтобы не менее сама затирка запомнила шоу потом когда мы запомним проходим а так раз прошли и дальше пошли вверх и вниз сейчас ближе покажу как она выглядит должна примерно это быстро все делается ориентирующего такие швы должны быть прошло более десяти минут как нанес я затирку между с вами плитки и теперь необходимо прочесть вот эти растиры которые пошли на плитки берем влажную губку обыкновенно вот такое и протираем ее хорошо протирается окончательно на сухой будем протирать по сечению суток не частные не будет смотрим где швы какие вот спокойно протираем ничего страшного вот как видим протирается нормально можно пошло несколько пройти если видим что шоу где-то неровны и вот как нас выглядит облицовка стен плиткой после затирки швов потом через сутки и что нас вытереть и все здесь еще не затирал теперь буду продолжать основные швы затирать затиркой сложно так ничего нету просто надо вложиться выработать всю затирку которую мы наместили в тот срок который написано заводом-изготовителем данном случае это затиркой должен выработать течение часа как заявлено заводом-производителем прошивку швов сделал белыми чтобы выделялась хоть немножко на каждом цвете клетки когда подбирает то что ему нравится какой цвет ему нравится так и подбирает углы хорошо выглядят тоже белый затирка немножко здесь можно пройти если будет чернота где-то выделяться потом она вытерется все это заполнится чернота и будет хорошо смотреться облицовка стен плиткой и расшивка швов почти завершена осталось моленечко вот так выглядит все на предбаннике облицованы керамической плиткой и расшивка швов между дней после укладки керамической плитки на пол и завершил укладку прилетайна стенок и вот так вот выглядит нижний ряд лист выложены уже окончательно и расширитые швы между ними вот так выглядит помещение ванне обложено керамической плиткой кто же жал cuộc получать известия о добавленных мной новых интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи и успехов в завершении добрых, начатых дел. До свидания.